Всем привет, с вами Мария Еременко и вы находитесь на канале онлайн технологии в образовании, где я рассказываю вам про классные сайты, которые нахожу и делюсь с вами, как я их использую в своей работе и рассказываю про все плюсы и минусы. Сегодня я расскажу вам про еще один сайт, который помогает нам в работе с нашими учениками онлайн дистанционно и у этого сайта есть много плюсов. Покажу, как все это дело работает сегодня. Мне кажется, что этот сайт достаточно новый, потому что кое-что еще в разработке находится. Называется он Stadio.ru и поехали! Попадая на страницу, нам сразу предлагают получить 200 подарочных бонусов. Мы кликаем на бонусы и нам нужно зарегистрироваться. Я уже зарегистрировалась и, конечно же, получила свои 200 подарочных бонусов, поэтому я просто нажимаю кнопку «Войти». Регистрация банальная простая, я, как всегда, ее не показываю. Нажимаем «Войти» и вы попадаете сразу в курсы. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Сделаю покрупнее. У нас есть курсы, расписание, финансы, где у меня мои 200 рублей, профиль, выход и инструкции. В инструкциях вы можете посмотреть детальные обзоры вот этих всех пунктов, но я сегодня быстро пробегусь по основным возможностям этого сайта. Я покажу, как мне удалось выйти на связь с учеником и провести урок при помощи этого конструктора. Переходя во вкладку «Курсы», мы попадаем в «Мои курсы» и «Общедоступные». Я пока ничего не создавала своего. Этот курс, который здесь, увы, видите и отображается пока без обложки. Заходим в «Общедоступные курсы» и, как вы видите, здесь учителя уже создавали какие-то уроки. И давайте заглянем, например, в грамматику уровень А1. В грамматике у нас созданы три темы. Это артикли, множественное число и личные местоимения. Давайте заглянем в артикли. И что же мы видим? Урок состоит из аудио. Есть картинки, изображение. Это какой-то фрагмент из учебника. Опять фрагмент из учебника, аудио на соответствие задания. И, соответственно, все, в принципе, очень здорово. Весь конструктор мы сможем с вами попробовать протестить самостоятельно. Кое-где, вы видели еще, да, идет сбой вот этих вот картинок. Но я думаю, что это все во время урока отображается по-другому. Вернемся к списку уроков и давайте попробуем добавить этот урок нам в курс. Переходим в курсы, заходим в грамма 1 и, чтобы добавить урок, вы кликаете на вот этот урок и нажимаете кнопочку «Копировать». Выбираем курс, куда мы копируем Марию Еременко и нажимаем «Копировать урок». Урок копируется и после того, как у нас появляется зелененькое окошко, мы переходим в курсы, в мои курсы и у нас появляется в Марии Еременко новый урок, вот этот, который мы с вами скопировали из уже готового. То есть, заходя в этот урок, я уже могу начать занятия со своим студентом, используя просто чужие наработки. Здесь можно внести изменения в название и внести, также добавить следующие и следующие разделы. Удаляем этот этап урока. Если я хочу провести урок со своим учеником, я выбираю данный урок, нажимаю на стрелочку, нажимаю три точки и нажимаю «Начать урок». Кликаю на «Начать урок», у меня открывается окно, где мне предлагают сразу ссылку на урок и кнопочку «Начать урок». Кликаем. После того, как происходит подключение к серверу, у нас появляется первое задание, появляется камера. Так как у меня две камеры, одна стоит здесь, это камера ноутбука, а здесь камера айфона, с которой я веду фронтальную съемку. Мне так удобно. И когда вы подключаете студента, вы увидите вот такое изображение. Сейчас я его выведу на экран. И вот так вот идет занятие. То есть у вас первое задание, и вы это первое задание здесь же запускаете. И вы его, соответственно, со студентом выполняете. Отображение студента происходит, как вы видели на экране, здесь же под вашим изображением. И если вы хотите, чтобы студент выполнял задание, вы просто передаете ему доступ. Когда студент подключится, у вас здесь появится возможность. Нажав стрелочку, у вас появится здесь имя студента. Как вы видите, внизу есть конструктор, при помощи которого мы можем управлять нашим уроком. Первое – это книжка. И по книжке мы видим, что в уроке всего один вот такой модуль. Но 9 упражнений, которые мы можем листать. Давайте попробуем, перелеснем упражнение. И мы видим, что здесь у нас представлено задание. Непонятно, в чем оно заключается. Почему учитель не написал, что нужно сделать ребенку. Просто вывел правило. Но я думаю, что вы это можете все сделать так, как вам нужно. И в принципе будет окей. Это задание, я так понимаю, должно быть делаться устно. Это опять какое-то аудирование. И это у нас Э или Н. Ну, здесь нужно выполнить задание. Ну, вот это я понимаю, как бы здорово. Интерактив, потому что чисто ради интерактива это в принципе и должно делаться. Учебник мы и так можем вывести. А вот интерактивчик сделать, и чтобы ребенок мог это сделать, и чтобы мы это видели. Вот это большая ценность. Как вы видите, картинка здесь не влезла. Я думаю, что это учитель неправильно загрузил. Нужно за этим внимательно следить. Listen and repeat. Вид, далее. Здесь нужно вписать. То есть ученик вписывает задание. То есть это здорово. Вот такие задания, вот эта пушка. И, ну да, здесь вот как было загружено криво, так оно здесь и отображается. Хотя нет, смотрите, прогрузилась картинка, и у нас мы можем уменьшить размер. Все, так более-менее нормально, но все равно такой эстетический вид не очень. Я бы взяла другие картинки, либо подобрала бы что-нибудь другое. Выключу свое прекрасное боковое изображение и оставлю так. Здесь вот эта функция, это доска, и мы можем здесь пользоваться этой доской. Можем попросить ученика что-то вот написать, нарисовать. Ну, как вы видите, да, курсор работает немножко неправильно. То есть он начинается где-то здесь. Хотя я кликаю здесь, а он начинает писать на картинке. Странно. Это нужно, наверное, как-то поправить им будет, потому что это неправильно. Кружочки, квадратики, это у нас не рисуется. Так, давайте еще попробуем. Ну, полоски, понятно, рисуются, квадратики. Вот он, квадратик рисуется, вот он черный. Но, опять-таки, немножко странно, почему курсор здесь, а рисуется он там. В общем, тут какая-то ситуация непонятная. Далее здесь какие-то цвета можно выбрать, да, чтобы это было все. И пластиком можно все это как-то стереть, попробовать. Но это не стирается, а остался у нас квадратик. В общем, ластик не работает. То мы можем еще сделать. Можем развернуть на весь экран. Ну, в принципе, все. Мы увидели здесь доску, которую можно рисовать. Мы увидели здесь интерактивные упражнения. Аудирование можно загрузить. Мы увидели здесь просто картинки, можно вставить. И давайте завершим урок. И посмотрим, что же мы можем реально в новом уроке создать. Потому что я уверена, что это далеко не все. Нажимаем на новый урок, три точки, изменить. Здесь я пыталась сделать доску. Доска вот в виде такого квадрата. Я вписала просто задание. Напиши как можно больше животных, которых ты знаешь. Конструктор такой достаточно банальный. Тут все просто. Здесь название нового урока. Здесь добавление вот этих вот как раз под уроков, да, этапов уроков. Можно все вот так вот делать сплошным листом, как это было в прошлом уроке, который мы сейчас смотрели. Нажмем плюс и посмотрим, какие функции здесь есть. Как вы видите, можно добавить текст, изображение, аудио, видео, презентацию, доску, упражнения, игра и YouTube. Ну, давайте кликнем на текст. Здесь просто название элемента и сам текст. Ну, например, какое-то правило здесь будет. Present Simple. Здесь можно вписать номер и можно здесь написать само правило, да, напишем правило. И мы нажимаем сохранить элемент. Все, элемент сохранился. Здесь можно увеличить шрифт, это для студентов, и сделать по центру и прижать к левому правому краю. Можно поменять местами порядок, да, и отредактировать и удалить. Давайте посмотрим, что можно сделать еще. И здесь давайте, у нас есть изображение. Изображение загружается, опять пишется название элемента инструкции, если это нужно, и подгружается картинка с компьютера. Давайте попробуем это сделать. Я выбрала вот такую фотографию, и как вы видите, она достаточно большого размера. Нажимаем сохранить элемент, и она так и осталась большой. То есть, отредактировать, сделать ее как-то поменьше у нас сейчас не получится. Возможно, была бы классная функция, если бы можно было уменьшить размер фотографии загружаемой, чтобы это не выглядело так объемно. Следующее посмотрим, это аудио. Все загружается, в принципе, по той же схеме. Кликаем на эту кнопку «Загрузить файл с компьютера», открываются файлы компьютера, и прогружаем аудио. Можно записать свой собственный голос. Сейчас пошла запись, вы можете оставить задание ребенку, и, соответственно, нажать «Стоп», когда запись готова. Классно, это здорово, что есть такая возможность записать свой голос. Поехали дальше. Видео. Давайте посмотрим. Видео можно загрузить также с компа, либо записать свое видео. Следующее давайте посмотрим. Это презентация. И презентация у нас, видимо, с файлов PDF. Ну, сейчас мы протестируем, что же это такое. Давайте зайдем и найдем какую-нибудь презентацию. Я загрузила файл PDF, и у меня, смотрите, этот PDF прогрузился полностью. Я могу, нажимая на стрелочки, листать эту страницу, и мой урок будут видеть дети, то, что я им тут подготовила. Это прикольно, это здорово. Но, смотрите, я попробовала загрузить в PowerPoint, у меня не получилось. Поэтому здесь пока читается формат только PDF. Если вы будете создавать уроки, то имейте это в виду. PDF создается, в принципе, легко. Презентация просто экспорт в PDF, и сюда загружайте, и оно должно отображаться. Следующий элемент – доска. Вот как раз доска мне понравилась. То, что можно тут писать, рисовать, и детям говорить, что вы от них хотите. Мы можем просто сохранить белый, и тут далее можно размещать задания, либо задания озвучивать устно, а ребята пусть потом делают. Можно, смотрите, загрузить фотку, сделать стикер, нарисовать что-то, текст написать, ладошкой подвинуть, стрелочки нарисовать. И вот эти все функции, но сейчас мы на это тратить время не будем, просто сохраню как элемент, и, возможно, может быть, потом сделаю еще обзор. Следующее, что самое прикольное, это упражнение. Смотрите, есть четыре типа упражнений. Анаграмма, пропуск слов, порядок слов, группировка. Давайте попробуем анаграмму. Что дает нам это задание, возможность какое? Здесь слова в заданной последовательности, слова в произвольной, либо в заданной последовательности. Правильные ответы в конце упражнения. Показывать, не показывать. Без подсказок, с подсказками. Здесь мы пишем слова, и, соответственно, ребята составляют решение, да, то есть составляют анаграмму. Давайте попробуем составить. И здесь у нас, видите, undefined, это значит, что нужно слово все-таки из букв. Поэтому здесь давайте напишем cat, например, и ребята должны будут догадаться, что это за слово. И переносом слов так вот все это дело отгадывается и автоматически читается. Love. Ура. Следующее, давайте посмотрим упражнение, это пропуск слова. Пропуск слова. Здесь вводится текст. Выделяем слово, нажмите добавить. Я взяла текст на английском языке. Давайте вставим этот текст сюда. И как нам тут рекомендуют, вы введите текст, выделите слово. Нажимаем добавить, и это слово у нас выделяется. Кликаем два раза на слово, нажимаем добавить и так далее. Ну, давайте попробуем, как это будет выглядеть. Выберите слово, которому надо добавить ошибочные слова. Затем в следующем поле напишите список ошибочных слов. Можно сюда вписать список. И нажимаем обязательно сохранить элемент. И посмотрим, как это работает именно на упражнении. Это будет вот здесь. Слова, видимо, будут где-то внизу. Хорошо, следующее задание – это порядок слов. Порядок слов. Пишем фразу. Давайте я вернусь к своей фразе. I love you. И нажмем сохранить элемент. И здесь вам нужно обязательно поставить по порядку слова. I love you. Прекрасно. И еще один тип упражнений – это группировка. Группировка по группам. Первая группа, например, как мы видели, артикли E. Во второй группе, вторая группа слов – это артикль N. И вы должны рассортировать. Давайте первая группа. Так, это мы сейчас выделим один. Нажмем слово. Вот там собачка, кошечка. И здесь, нажимая плюсик, добавляем слова. И добавляем также группу. Нажимаем группа 2. И в слове здесь делаем, например, что-то съедобное. Хлеб. Нажимаем плюсик. Следующее – lemon, например. И таким незамысловатым способом мы делаем две группы. Ребята должны раскидать. Ну, соответственно, здесь не одушевленные, здесь одушевленные. Классное задание. Будем использовать. Далее – игра. Игра – это подбор пары. Мы пишем слова 1, слово 2. Оно у нас как matching идет. Ну, например, напишем cat, dog. Чтобы посмотреть просто, как это работает. И white, black. Теперь сохраняем. И давайте посмотрим, как это работает. Black, dog. Cat, white. Делаем black, white. Cat, dog. А непонятно, почему здесь синего цвета. И непонятно, почему вот эти два были со стрелочками. Ну, видимо, еще не доработали. YouTube. Вот он, YouTube. Можно сюда ссылочку вставить и видео подгрузить прямо с YouTube. Давайте мы это сделаем и посмотрим, как это будет отображаться в нашем с вами уроке, если мы будем здесь создавать что-то для своих студентов. Так, я скопировала ссылку с YouTube и вставляю ее сюда. Нажимаем сначала. Либо с текущей позиции. Если вы в видео ставите там курсор, то это видео здесь отображается и должно здесь прогрузиться. Я думаю, что ребята доделают, раз была такая идея, чтобы она прогружалась. В принципе, что еще можно там добавить? В принципе, это все. Я думаю, что на этом мы с вами все возможности данного конструктора посмотрели. Давайте вернемся к списку уроков. Мы вернулись к списку уроков. И, например, смотрите, я могу, я так понимаю, установить дату и время урока. И, например, я вот выделяю урок, выделяю дату. Только пусть это будет, например, 19. Ставлю время. Ну, например, 21. Не нажимаю плюс. И урок добавляется. То есть я сама планирую, когда и какой урок у меня будет по расписанию. Это удобно. Это как, да, вы планируете заняться своими детьми. Но, в принципе, тут можно и без этого планировать. И, понятное дело, вы не забываете, только если у вас прям совсем большое количество студентов, и вы можете запутаться. Давайте перейдем в курсы. И, как вы видели, все уроки я добавляла вот в этот курс Марии Еременко. Можно добавить новый курс и прописать название, предмет, уровень, описание, картинку загрузить. И после сохранения у вас отобразится в ваших курсах. Давайте перейдем в финансы. Вот они, вот эти 200 рублей. Даже несмотря на то, что я выходила на связь, и мы были в сети все 60 минут, с меня деньги не списались. Написано 12 рублей за одного подключенного слушателя. Продолжительность трансляции до 60 минут. Вот в профиле вы видите свой профиль, свою фотку. Это я просто веселиво издобавляла фотку. Она загрузилась тоже в большом формате. Это нужно, конечно, поправить, чтобы это было все миниатюрненько и красиво. В принципе, вот на этом, наверное, все. Сайт прикольный, сайт свежий. Он в таком еще процессе разработки, я думаю. Но основная идея и основные элементы все работают. Они все бесплатные. Можно, пожалуйста, пользоваться, создавать свои курсы, работать с детьми, давать им доступ к этим урокам, посылкам. И вообще ни в чем себе не отказывать. Поэтому пользуемся, коллеги. А пока, пока. Продолжение следует...